Вот один чек. 942 рубля 80 копеек. Это бытовая химия. Сегодня во дворе дома на «Механизаторов-2» импровизированное собрание. Тема более чем острая. Деньги, точнее скидки, которых пенсионерки не получили. Карт заботы им не досталось. Женщины уверены, это несправедливо. Все горы, это улицы города Череповца. Есть новые углы, но Ясный Полян, они как механизаторов или энергетиков. А мы разве не такие люди, не такие пенсионеры? Больше 40 лет это само отработали. Ну что мы не заработали эту заботу. Хоть немного там дают, 5%, но все-таки в целом за месяц это ощутимо даже очень. Организаторы акции только руками разводят. Дисконтная система забота введена только в городе. А Ясная Поляна – это Череповецкий район. Речь о присоединении поселка к городу зашла еще несколько лет назад. Но до сих пор все формальности не улажены. И Ясная Поляна территориально в Череповце, а по бумагам в районе. К сожалению, Ясная Поляна – это территория Череповецкого района. Как только руководство Череповецкого района, скажем, или ветеранская организация, или какие-то общественные организации проявят интерес к этой дисконтной карте, вообще к этому проекту, мы, конечно, готовы сотрудничать. Проект заботы начал работать в Череповце с 1 июля. Дисконтные карты получили 20 тысяч горожан. В списке льготников – ветераны, пенсионеры, многодетные семьи, студенты. Сейчас в городе работает 20 пунктов выдачи дисконтов. Купить по более низкой цене горожане могут не только продукты, но и обувь, одежду. Как уверяют в администрации Череповецкого района, скоро такая возможность появится и у жителей Ясной Поляны. На сегодняшний день хотим проанализировать вообще эффективность этого мероприятия, потому что тоже неоднозначное отношение людей, даже в городе Череповцы, которые получили эту карту заботы. И мы сейчас, помимо проработки с предприятиями, с нашими районами, помимо проработки мест, где будут выдаваться эти карты заботы, и печатание, и изготовление, мы хотим посмотреть эффект от этой карты. Как говорят эксперты, сэкономить смогут все жители Череповецкого района. Сейчас решаются организационные вопросы. Предполагается, что в районе проект начнет работать уже с 1 сентября. А все вопросы по карте заботы можно задать по телефону 57 50 80 и 50 85 85.